Дорогие друзья, сейчас мы покажем вам, как легко и быстро просверлить отверстие в стекле. То есть, для чего это может быть нужно? Например, если вам нужно изготовить моллюскарий, либо паучатник, так как всё-таки бывает, что пауки прогрызают дырки в сетке, и сетка это не всегда самое правильное решение. Опять же, с теми же улитками, они, если ползают по сетке, то оставляют там следы, которые при многократном ползании в итоге превратятся в такой некий неприятный слой, который будет довольно сложно очистить. Совершенно противно чистить и очень неприятно. А дырки эти выглядят очень эстетично, и террариумы моллюскарий или паучатники очень эстетично смотрят. И вот как же это делается? То есть, на самом деле, техника очень простая. Нам нужна малярная лента. Вот мы её так приклеиваем. Здесь у нас уже большинство дырек просверлено. То есть, просто любой ширины, на самом деле, но вот такой, чтобы можно было разметить. То есть, по верхнему краю мы её просто приклеиваем, отступаем. В данном случае нам двух сантиметров хватило, чтобы у нас дырки были в том месте, в котором они должны быть. Размечаем. Опять-таки, мы используем расстояние два с половиной сантиметра, чтобы было достаточно дырки, чтобы при этом стекло не треснуло, потому что стекло, на самом деле, может легко треснуть. И причём трескается оно от самых разных причин. Для того, что, например, вибрирует стекло как-то неровно, нужно, чтобы поверхность была ровная. У нас, например, кусочек фанерки, такой квадратик, чтобы всё ровно лежало, там никак не ездило. И, кстати говоря, треснуть стекло может и без всяких причин. То есть, ну где-то, как у нас получается, каждое сотое отверстие провоцирует трещину в стекле, и, соответственно, это уже можно выкинуть, да. У нас отверстия, которые требуются для вентиляции, 8 мм. То есть, у нас есть 8-мм сверло. Вот такое. Значит, это сверло, ну, самое обычное. То есть, стоит в пределах 100 рублей. На самом деле, там более дорогие варианты, они, как мне кажется, совершенно ни к чему. Единственное, что это такие сверла, они довольно быстро тупятся. Особенно, если вот сверлить, да, сразу же под необходимый размер, то, так скажем, ну, 10 отверстий и всё. Его надо точить. Это как бы требует, как правило, специальной техники. Да, то есть, на станке это точится и не всегда удобно. Чтобы продлить работоспособность сверла без его затачивания, мы используем два сверла. То есть, сначала мы тонким сверлом, значит, это 3 мм, просверливаем отверстие, а потом расширяем уже вот этим вот 8-мм. Теперь самое главное. Для сверления мы используем шуруповёрт, не дрель, потому что, как правило, у дрели более высокие обороты, а у шуруповёрта как раз обороты такие, как требуются. Значит, начинаем с 3-мм сверла. Теперь мы смачиваем монтажную ленту водой. Вот, кстати, интересный момент, для чего смачивать водой. На самом деле разные, говорят, причины. То есть, кто-то говорит, что это также уменьшает риск трещины, кто-то говорит, что это увеличивает эффективность сверления. Начинаем. То есть, ставим, где отмечены. Давить сильно нельзя. То есть, вообще, лучше никак не давить, но учитывая, что шуруповёрт сам по себе очень лёгкий, даже по сравнению с той же дрелью, то всё-таки небольшое давление можно оказывать. Вот так мы слегка вращаем. Что тоже злоупотреблять не следует, потому что можно стекло разбить. Но при этом, опять-таки, сверление получается быстрее. Обороты тоже неполные, на самом деле, даже для шуруповёрта. Если на более высоких оборотах сверлится быстрее, но при этом эффективность ниже. Так как иногда некоторые вращения происходят в холостую, соответственно, сверло слегка тупится. Опять-таки, времени не факт, что вы выгадаете, поэтому надо нечто среднее здесь использовать. Не знаю, насколько микрофон отражает все звуки, но вообще, когда эффективное сверление происходит, то слышим такой характерный звук, такой очень высокочастотный. Это говорит о том, что процесс идёт как надо, то есть стекло сверлится. Наша задача сначала просверлить насквозь, то есть получить сквозное отверстие, хотя бы самое маленькое. Это видно обычно вот здесь, на монтажной ленте, что начинает выпирать, пока мы ещё не досверлили. Потому что далее сверлить просто уже становится неэффективно. Таким способом. Вот. Вот это. Значит, здесь такой бугорок, это значит, что мы просверлили насквозь. Значит, теперь мы идём с обратной стороны. Делается это для того, чтобы меньше сколов было. Потому что чем меньше сколов, тем эстетичнее смотрится, тем меньше надо их потом зачищать. Значит, теперь с обратной стороны оно само находит эту дверку. вот, теперь у нас есть сквозное отверстие. Значит, теперь мы его кладём на нашем таком верстаке, импровизированном на отверстие, да, вот в этой вот фанерке, чтобы сверло не тупилось об фанеру, чтобы оно именно сверлило, тупилось только об стекло. Для чего оно и предназначено. Теперь берём сверло того размера, какого должно быть отверстие. Да? 8 мм. И начинаем сверлить им. Когда мы уже приближаемся к завершению отверстия, нужно желательно держать вот дополнительно пальцами, чтобы никакой вибрации не допустить, чтобы стекло всё-таки не разбилось у нас. Кажется, процесс не сильно быстрый, но хочу сказать, что сверло у нас не свежезаточенное. То есть, этот комплект сверлил, просверлил уже где-то 30 отверстий. Теперь переворачиваем. Вот. Это опять-таки для уменьшения сколов мы делаем. И вот с этой стороны, с изначальной, с которой мы начинали, уже теперь требуемый размер уже насквозь будем делать. Тут дело уже значительно быстрее идёт. Вот. 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 Пожалуйста, всё готово. Просверлили, значит, мы это отверстие. Теперь у нас там стекольная пыль, какие-то сколотые кусочки стекла. Их надо вымыть под строем воды, чтобы потом при сверлении следующего отверстия стекло вот вот так вот у нас не ёрзало. поэтому сейчас мы это сделаем. Меняем сверлом теперь. опять моем. И последнее отверстие нам осталось. теперь видно, что да, вот видно, без бумаги вот так это выглядит. Так, в принципе, можно сразу возьмёшку. ну, вот и всё. последнее отверстие готово. Значит, мы теперь снимаем. Вот. Смотрите. Вот. очень вышел крупный скол. Это связано опять же с тем, что, наверное, всё-таки свёрла уже пора затачивать. С этой стороны, вот всегда с одной стороны сколов крупных нету или почти нету. Вот. Это, соответственно, у нас сторона лицевая, которую мы заканчивали, отверстие. То есть, всё равно выходное отверстие при любом варианте, да, оно где-то будет, да, то есть, как бы там с двух сторон не сверлить, всё равно какое-то отверстие в итоге будет выходным. И вот. Но сейчас мы покажем, как сколы, да, как их шлифовать. Значит, вот наше изделие. Нам нужно обработать сколы на краях. Это мы делаем с помощью вот такой вот насадки. Это шарошка по стеклу, металлу и керамике. Значит, так же мы её вставляем. Вот такой характерный звук. Это значит, что стекло шлифуется. И вот, в принципе, получается ровный край. Шлифуется. вот таким образом ни вы, ни ваши питомцы не поцарапаются и с другой стороны. На этом этапе риска треснуть стекло нет, поэтому можно смело работать, давить. Главное получить желаемый результат. Продолжение следует... с Ну всё. Теперь мы его помоем. Ну вот, мы получили стенку для мулюскария, получатника с отверстиями для вентиляции. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. на наш канал. на наш канал, застуждаю. На наш канал. Моя ... Продолжение следует...